Здравствуйте! Как заинтересовать ребёнка учёбой? И нужно ли заставлять его учиться? Сегодня разбираем эти вопросы с педагогом Нелли Пашинян. Нелли, здравствуйте! Здравствуйте! Вы знаете, заинтересовать учёбой можно, самое главное, поставить акцент не на неудачах, а на удачах. То есть мотивация, она идёт от того, что у тебя получилось. И очень хороший метод — это метод зелёной ручки, метод зелёных чернил, который уже достаточно большое распространение имеет. Просто выделять ручкой, зелёной ручкой, например, при письме удавшиеся элементы, буквы, слова, подчёркивать предложения, которые особо удались, и дать ребёнку это выполнить, то есть сделать. Потому что наши дети, они когда приходят в школу, у них абсолютно новое всё, и происходят новые нейронные связи, образовываются у них в голове. И только, знаете, положительные эмоции закрепляют определённые навыки, привычки в хорошем смысле этого слова. То есть ребёнку просто нужно обратить внимание на успехи. На начальном этапе особенно это очень важно, да, что тебе удалось, мне очень понравилось, как ты это выполнил. А если обращать внимание на то, как плохо ты написал, и эта красная ручка, которая везде хозяйничает, да, то, конечно, у ребёнка крылышки опускаются, и он потихонечку начинает отдаляться, появляется нежелание. Что касается учёбы, да, вот как сделать так, чтобы ребёнок хорошо учился, вы знаете, не всё в этом мире связано с учёбой. В этом мире очень много интересного, и ребёнка просто нужно заинтересовать всем тем, что его окружает, чтобы у него был интерес, чтобы горели глаза, чтобы он брал книгу и искал там что-то интересное, которое можно рассказать тем же взрослым, чтобы он изучал этот мир, который вокруг него, окружающий мир. И когда у ребёнка есть, в принципе, мотивация к жизни, да, вот этот огонёчек в глазах, то, конечно же, и учёба ему будет даваться намного легче. Поэтому нужно не заставлять его хорошо учиться, а научить учиться, научить добывать знания. То есть вот давай посмотрим, вот вы сейчас проходите эту тему, а давай посмотрим, что можно узнать по этой теме. И ты придёшь к учителю завтра и расскажешь нечто невероятное. Ну, например, мы проходили писателей каких-либо, и я им говорю, вот то, что я вам рассказала, это обязательно нужно запомнить, желательно, чтобы вы запомнили. А вы сможете мне что-то такое необычное рассказать об этом писателе? И вот они приходят, действительно, некоторые вещи, некоторую информацию они ищут с родителями, там, и я им говорила, просто рассказать за полторы минуты несколько таких интересных моментов в жизни этого писателя. А я хочу рассказать, а мы с мамой нашли. И он начинает рассказывать о том, чего, например, нет в учебниках. То же самое по окружающему миру. Например, проходите что-то, да, если учитель этого не говорит, вы говорите, слушай, так ты проходишь реки, а давай с тобой посмотрим, вот рядом с нами течёт, например, река Ака, например. Посмотрим, где она начинает, где у неё исток, куда она вливается. И он, и просто вот с ребёнком посмотреть. Конечно, это время. Все родители говорят, да, вот это сидеть с этим, это же время. Это время, ничего страшного, это время, бонус в жизнь, понимаете? Это время, оно такое драгоценное. А потом мы начинаем вспоминать, как хорошо было, что он был маленький, я могла с ним посидеть и что-то изучить. Задачу проходит. Придумай свою задачу на скорость. Вот ты сможешь эту задачу придумать? И попросить тоже учителя, например, там написать, он придумал задачу, можно, он её ребятам расскажет. Но если вам скажут нет, ну и ладно, сказали нет. А при хорошем раскладе ребёнок будет замотивирован, и он будет понимать, что он не только учится, но и вкладывает что-то в это знание, понимаете? Он добывает это знание сам. Вот это очень важно. Нелли, спасибо вам за этот чёткий и понятный ответ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова